Всем привет и хорошее настроение и мы с вами продолжаем проходить хастл кастл. Так, от Иринки у нас было два нападения. И победа, и поражение ее ждало от меня. Ну что же, так, Агафья у нас выросла, да? Так, подожди, не туда кликнул. Так, получается 5 звезд. Все отлично. Так, денег у нас, ребята, с вами 500 тысяч уже есть. И хотелось бы, наверное, побольше. Ну, мы это с вами посмотрим попозже. Так, казначей 6-8 уровень. И в данный момент мы можем взять с вами либо монетный двор, кухню или лабораторию. Либо же накопить 750 тысяч и построить себе тренировочный зал, улучшить. Но, ребята, так как я смотрю, на карте врагов у нас нету, точнее этих орков. Как вы знаете, что я одет очень хиленько. Здесь, я думаю, что ничего мне не светит хорошего. Да, 34 тысячи мощей. Лом. Так, пермалко. Посмотрим его. 29, да? 30 тысяч почти. Ну, видите, в чем дело. Что у него опять же, опять же, мощное оружие. Мощный арбалет. Ну, не знаю, давайте попробуем. Посмотрим, что из этого у нас получится. Так. Ну, вроде пока нормально идем, да? Ну, опять же, опять же у меня падает мой воин. Воскрешает обоих причем. Так. Тут как бы бабка надвое сказала. Мои маги уже лежат. Ёлки-палки. Все. Я, походу, да. Я здесь проиграл, потому что... Если бы мы убили бы у него вот этого рестащика, тогда бы да. А так, видите, он воскрешает, воскрешает. И это будет до бесконечности. Печально, конечно, но ничего с этим не поделаешь. Редкое оружие. Да, ну, мне как-то по барабану, если честно. И ничего хорошего-то у меня на замену, ребята, нету. Восстановление здоровья. Ну, я думаю, что... Ладно, в общем, мы посмотрим. В следующий раз нападем. Жалко то, что я магию потратил. О, подарки. Спасибо, ребята, за подарочки. Чуть-чуть попозже я отошлю вам. Сейчас пока не буду этим заниматься. Будем вскрывать и смотреть, что там выпадет. О, выпал мечик. Ёлки-палки. Ну, что за непруха. На 34 уровень. Ядрить его на корень, а. Все бы ничего, да. Но 34 уровень. Блин. Да, мне, походу, дело без тренировочного зала прапаного никуда дальше не сдвинуться. Просто-напросто. И денег мне не накопить. Да. И не оставить так. И дрить его на корень. Да. Одни ресурсы, ребят. К сожалению, одни ресурсы. Не считая меча, который идет на 34 уровень. Так. Плотники у меня тоже качаются. 5-й, 4-й уровень получают. Алхимики 5-й, 4-й. Прям на говногу идут. Ну что. Эти у меня почти отхилились. Сейчас мы их, ребята, заменим. И пойдем еще раз попробуем. Я, честно говоря, не совсем уверен, что что-то у нас получится. Сейчас нынче лучше сидеть в замке и обороняться, чем на кого-то нападать. Нет, ну если это, конечно, не убер-раскачанный перс с убер-шмотом и так далее и тому подобное. Так. Что? О, ребята, у меня бронька скрафтилась. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что это за могучий мамонт. Больше я ничего не могу сделать. Не хватает элементарно кристаллов. Ну-ка, где у меня эта шмотка? Ага, она еще вышла эпической. Так, 10%, становимся 20, здоровье в течение 5 секунд. Неплохо, ребята, неплохо. Но опять же уровень. Ядрите его на корень. По уровню не могу носить. Я 30-го, а они идут с 30-го, с 31-го и так далее и тому подобное. Что меч с 34-го, что шкура, ой, шкура, что броня мамонта. Да, не обидно. И я думаю, что уже не будет мне выпадать шмот на мой уровень. А если и будет, то какой-нибудь слабенький. Печалька. Давайте добавлять магию. Ставим этого. Давайте взамен поставим еще что-нибудь. И пойдем с вами еще раз пытаться наехать и победить. Я не знаю, стоит ли оно того, правда. Так, маг. Так, что воскрешение. Вот воскрешает. А тут? Ну, тут обычный урон. Один маг с воскрешением. Блин, как мне на него переключиться, а? Вот, не знаю. Можно было бы указывать цели, чтобы они атаковали, например, первого не героя, а мага. Тогда бы все совсем было бы по-другому. Но не получается нифига. Как только он ложится, они начинают атаковать. Так, ну-ка давайте посмотрим еще разочек, что у меня из этого получится. Так, что это там такое? А, все. Почему так быстро падает у меня воин? Я не понимаю. Да не может он быть таким ватным, блин. Просто не может. Поприори своей, блин. У нее такая же фигня, блин. Блин, у него ресает. Мой почему-то через три часа только оживляет. Да и тоже вил кого, блин. Мага. Хиллера. Да. Тут, по-моему, сыграли еще хуже, чем тогда. И положили мы мага-то не того, блин. Положили, который наносит урон, а нам нужно было болеть, который воскрешает. Все идет против меня. Блин, печаль. Всю магию, ребята, потратил. Всю магию. Вот осталось последние три. И больше я ничего не смогу дальше сделать. Нет, в принципе, знаете что, ребята? Я могу попробовать еще улучшить магию. Наверное. Ну, смотрите. Ну, что тут? Ничего особенного нету. Абсолютно. Ну, дубинка, да. Оглушить может эта синяя редкая. Ничего не спорю. Ну, не настолько же быть мощным, что просто его бьют и мои маги, и глушники. И я сам бью его. И у него хоть бы хрен. Жизни отнимаются помаленьку. Да, справедливости нету. И по мощам, причем, ребята, по мощи он намного слабее меня. Может взять эту булаву, а? На две с половиной секунды оглушать. Ну, я, честно говоря, не уверен, что это вообще прокатит. И в последнее время я смотрел, что эта дубина вообще не действует. Ничего она не оглушает. Как они стояли, как они дрались, так она все и продолжается. Это даже было проверено на боссе. На аргонсе, если вы помните. Вот. Хотя, может быть, на босса это не распространяется. Но я не знаю. Лучник, лучник, ты мой дорогой. Может быть, так вот сделать, а? Попробовать тебя в роли даггерщика. Будешь критовать или нет, а? Давай тебе ставим на урон повышенный. И, наверное, все на этом, да? Хотелось бы, может быть, на крит. Хотя, ладно. У меня колечко еще на 34 уровень лежит. Блин. Все слишком высоко. Высоко, блин. Взято. Ну, деньги я тоже так не могу, ребят, оставлять, чтобы они лежали у меня в запасе. Надо их будет на что-то потратить. Это в любом случае. Надо только будет потом определиться на что. О, так, давайте-ка посмотрим. Может, разобрать шмот, а, ребят? В принципе, что нам? Терять нечего. Шмот этот уже устарел. И захламляет мне инвентарь. Ну, вот это вот нафига. Конечно, он не нужен нам. Так, кольцо это. Ну, вот это тоже посох, в принципе, мне не нужен. Так, лук. Ну, лук вот этот. Вот этот мы разбираем. Потому что фигня это не лук. По области ерунда это все. У меня уже есть один такой и мощнее. Ну, наверное, в принципе, ребята, и все на этом, да? Этот лук еще, может быть, пригодится нам. Броня на лучника у меня только одна. А, нет, у меня две, две. Да, давайте вот эту, наверное, разберем. Теперь у меня осталась одна. Ну и все, больше у меня ничего лишнего нет. Есть только подвеску, может, бахнуть. Тридцать четвертый уровень. Ё-моё. И лук лежит на тридцать, там какой-то... Вообще, просто какая-то засада. Давайте вот тоже крякнем, чтобы не мешался он нам здесь в инвентаре. Так, на крит нужно колечко. Как ни крути. Пригодится в дальнейшем будущем, оно обязательно пригодится. Так, получаем сундук за прогресс. За то, что мы разозбили шмотки наши. Так, ну, что там из него выпадет нам? Хорошенького. Так, на казначеев выпал халатик. Давайте глянем, на кого он подойдет. Тридцать тридцать шесть. Слабоват, слабоват. Так, давай-ка глянем далее. Так, ну, этому он по уровню не подходит. Этой тоже. А тут подойдет как раз самое то, что надо. Отлично. Светланка, что ты у нас тут? Вот, носи. Ну что, отхилились. Давайте меняем и пойдемте пробовать, как говорится, еще раз что-нибудь сделать. Кого-нибудь затащить. Но, сами, как видите, вариантов очень мало. Когда в партии находятся хил и рез, шансов практически никаких нету. Причем еще бомбит баллиста постоянно. То оглушает, то станет, то отравляет. Короче, лишний геморрой нам доставляет. Ну что, давайте попробуем. Ну-ка. Да, ребята. Что я могу вам на это сказать? Да ничего тут, нечего тут говорить. Просто фуфло все вышло, вот и все. Эти ножички, я не знаю, это какой-то бред. Да, распинали, даже я ничего не почувствовал. Все. Да, есть, есть, как говорится, повод подзадуматься, призадуматься, что здесь пора мне поменять. Или улучшить, или заменить, или раскачать. Никуда. Да, есть единственный вариант, ребята, это скидывать себе этот рейтинг. Рейтинг ПВП. Точнее, проигрывать. И когда будут появляться новые враги, соответственно, будет меньше. Этих. По мощам они будут меньше. И вероятность того, что можно что-то пофармить. Да, я не спорю. Конечно, хотелось бы 750 тысяч накопить. И построить себе тренировку, тренировочный зал, точнее апнуть его. Но, как видите, ничего мне в ближайшее время не светит. Даже не знаю. Наверное, все-таки нам придется, ребята, тратить эти деньги на то, что я, конечно, не хочу делать. Но, как говорится, обстоятельства просто вынуждают. Ну, давайте вы там отхиливайтесь уже быстрее. Но, кстати, магическая мастерская, ребят. Нет, здесь я ничего сделать могу. Хе, миллион пятьсот тысяч надо ядрить его на корень. Это просто обалденные суммы, по крайней мере, для меня. Так, бассейн манный. Это ерунда. Так, отхилились. А вот в магической лаборатории, по-моему, я могу улучшить. Да, ребята, если не ошибаюсь? Вот, то, что надо. Семнадцать тысяч как раз хватает. Давайте, наверное, мы с вами и улучшим фаерболы наши. Сколько? Ё-моё, сутки ждать, чтобы получить улучшение на один уровень. Обалдеть можно. Но, зато я представляю, если, предположим, через сот суточек, так трое, да, проапать его до четвертого или пятого уровня. Фаербол. Представляете, да, один фаербол наносит шесть тысяч урона. Ну, предположим, грубо говоря. То, кто тут вообще может тогда будет выделываться? Просто, может быть, мага валить с одного выстрела. Там, ну, воин два выстрела максимум выдержит. Все. Надо будет, кстати, эту тему как-то прошуршать, ребята. Так, эпическое оружие. Ядрить его на корень, а. Что ты будешь с ним делать? И мощь 34 тысячи. Угу. Не подходит. Абсолютно, ребята, не подходит. Все очень тут крупные и жирные. Обложили, как говорится. Это было у нас когда-то в какой-то серии. Ну что, давайте, ребята, я буду тогда делать, знаете, что? Я, наверное, буду делать лабораторию. Все, ребята, решено. Улучшаем лабораторию. Поехали. Фух. Хотя можно было бы и монетный двор. Но, ну, я не знаю, почему-то я больше склоняюсь именно к лаборатории. Давайте, сколько? Тоже один день будет она улучшаться. И это будут у меня алхимики. Магия нам нужна будет. Манна нам нужна будет. Поэтому я сделал лабораторию, ребят. Так, ну что? На этом все пока. Давайте попозже увидимся. Всем привет, ребята. Ну что, продолжаем. Хастл-кастл. Так, и сегодня я, ребят, хочу знать, что? Наверное, послевать рейд. Ну, а для этого, как вы знаете, нужно нападать на врагов. В принципе, плевое дело, да? 67, 60... Почти 70 тысяч у меня денег сейчас золотых. Терять мне особо нечего. Поэтому можно смело... А, у нас появились орки. Ёлки-палки. Ну, так давайте тогда крушить этих орочих отродьев. А я хотел, думал, послевать рейд. Ну, в принципе, это можно сделать и после орков. Так, отлично. Давайте разруливать. Теперь их помаленьку. Так, ну, с ними обычно у нас никогда проблем не возникало. Ёлки-палки. Единственное, что я не сделал, ребята, это я забыл сменить оружие. Вы видите, да? Лучник у меня тут наяривает ножами. Причем очень коряво и плохо. Да и у красы тоже там, что в руке-то, если не ошибаюсь, не то, что надо. Не топор даже. Ладно. Сейчас поменяем. Все это будет сделано ежесекундно. Ну, что же, давайте приступим к замене оружия. Так, ты у меня с луком был, насколько я помню, да? Так тому и быть. А где у меня... Где у меня краса? Давай-ка тебе поставим обратно. Нет, не то. Топорик. Хотя булава лучший. Но единственное, что у топора статус лучший. Он все-таки может урон по местности нанести. Так что пускай бегает пока с топором. Так, а у тебя что здесь? Ну, у тебя все нормально, кроме единственного кольца. Кольцо у тебя на урон. Не знаю. У нас крит распространяется на магическую атаку или нет? Вот что я думаю, а? Ну, этого нам не дано знать. Так, а ты у меня сила магии, здоровье. Ну, в принципе, у тебя тут все нормалек. Все как надо. Ну, что же, бойцы мои, наверное, уже отхилились. Ну, да. Можно отправляться опять валить этих орков. С магией, конечно, у меня проблемы большие. Надо больше или как-то сокращать время, чтобы оно быстрее крафтилось, изготавливалось. Не знаю, как это можно сделать. Ну, по полчаса ждать, это, конечно, жесть. Так, где они тут у нас? Очередное вторжение. 30, 31 тысяча мощей. Хе-хе. Неплохо. Нормально-таки орки пошли, да? Ну, да ладно. Нам ли быть в печали? Поехали. Думаю, что разберем их без проблем. Должны, по идее. Так. Вот здесь вот не хватает, знаете, когда вот они так в куче стоят, не хватает этого нам... Не фаербола, а посох с магической атакой, который наносит урон по области. Вот он был бы самое то, что надо. Ну, мы их и так распинали. Итого у нас уже два сундучка. Наверное, соберем всех орков. Ну, разберем. И всем скопом сундуки-то и откроем. И глянем заодно. Что тут еще можно сделать? Так, повар четвертого уровня получает. Ну, немножечко еды. Еды у меня уже 209 тысяч. Почти 210. Нормально так, да? Да, только вот на что и куда ее тратить. Пока неизвестно. 750 тысяч. Это будет моя следующая, как сказать, идея фикс. Которую нужно будет воплощать. Каким макаром у мапка не приложу. С деньгами, сами видите, напряг обалденный. Ну, а с врагами, как говорится, напряга абсолютно никакого нету. Потому что их просто не разбить. Давайте так сделаем. Пускай он будет с этой сферой ходить. Ну что, давайте продолжим опять поход на орков. Тут осталось у нас всего один орк, получается, да? Да, и только какой-то слабенький. Так, готовим. Ну, вроде бы нормально, да? Лечебный луч. Поехали. Будем их разбивать. Давай, ребята, подходите все в кучу. Вот, сейчас видели, вот этот вот урон по области самое то, что надо. Когда они в ядовитом облаке стоят и начинают все догнуть. В принципе, неплохо. Распинали мы их. Получаем третий наш сундук. И получается у нас что? Что всех орков, по-моему, мы, ребята, по карте прошли. Так, тут 18 часов еще будут делать. Долго, конечно, долго. С 37-го по 55-й. Это если мастерскую улучшить. Да, по 55-й уровень. Ну, обалдеть можно. Но, как я понимаю, что дальше там все будет строиться уже не только там сутки. Двое-трое суток. Это и есть возможность, ребята. Так, давайте еще одну шмотку раздеребаним какую-нибудь, а? И поставим чуть на крафт. А это мне дает, ребята, преимущество в том, что я могу что-то еще снимать. Другие игры. И, соответственно, показывать их вам. Так, ну, давайте теперь закажем броню. Пускай делается. Сколько будет делаться? 6 часов. Ну, 6 часов это не так долго. Только об одном прошу. Броня, сделайся на мой уровень. Какой-нибудь... Не простой, а как там обычно? Не простая шмотка, а синяя. Ну, типа мамонта или что-нибудь такое. На мой уровень. И все, и будет нормально все. Димамба. Что за димамба? 33 тысячи мощей. Угу. Так. И все, там, ребята, дальше не на кого нападать. Орков нету. Придется, наверное, вскрывать сундуки нам. Давайте глядеть, что будет. Выпадет. Ну, естественно, ресурсы. Здесь что? О! Ну, хоть что-то выпало путевое. Так, надеюсь на мой... О, и лук. Ну, это хорошо. Так, какая нафиг эпическая броня. Не может этого быть. Это я скрафтил ее. Вот. Вот она, этот могучий мамонт. Латый. Простые, обычные. Ну и что? Постается только магу их одеть. И что нам это ровным счетом даст? М? Привет. Только лишь мощь, получается, дает она нам. А статы убирает. Не знаю, сможем ли мы так долго продержаться. Считай, в два раза больше у него стало хпшек. Я в плане того, что у мага. В этой броне. Ну, отсюда вычитается минус всякие бонусы для магии. Ну и так далее и тому подобное. Как он себя покажет в этой броне, тоже непонятно. Есть у меня одна идейка. Точнее, это не моя идейка. А идейка моего друга, подписчика. Который предложил в казарму ставить перед выходом игры более слабых воинов. И когда на карте будут появляться новые воины, они будут подравниваться, естественно, твоей мощи. Там будет, например, слабенькая мощь, ты опять одеваешь всем свой обычный шмот и начинаешь их кумарить. Ну, это еще не проверенный факт, но я собираюсь это как-то проверить. Получится ли это или нет. Как говорится, нам терять нечего. Ну что же, тут что у нас? Остается только пермалка и димамба. Давайте глянем. Ну, пермалка, 30 тысяч мощей. Так, даггер у него тут, маги, два мага. Так, ну, видите, как обычно, воскрешение и... Так, и... Нет, урон по области. Как-то странно немножко. Давайте рискнем своим здоровьем. Что у нас из этого выйдет? Ну, пока вроде бы... Пока вроде нормально идем. Ну, положили, да, красу, не спорю. Давай, я оживляю ее быстрее. Ёлки-палки, маг как был дристолетом, так он таким и остался. Независимо от того, что я ему там напялил, блин. Хе-хе. У-у-у, раскатали как... Как щегла, ребята. Просто как щегла. Да. Ну и куда вот я с такой партией могу двигаться дальше? Конечно, никуда. Надо скидывать, ребята, рейд. Все. У меня 1395. Мне бы хотя бы до 1100. До 1000 было бы вообще в идеале. Но я задолбаюсь тут, извините меня, и отхиливаться, и этот. То бишь устану отхиливаться и каждый раз ходить сливать эту мощь. Что ни один выпуск надо будет тут, ни бегать. 210 алмазиков уже. Это радует меня. Так, лом. Последние три заклинания у меня остались. Наверное, придется нам их сплавить. И на этом у нас все будет. Так. Тотем скалы. Да не хочу я твой тотем скалы, блин. С союзником. Нет, наверное, все-таки просто фаербол. Ага. У меня еще и ман накончилась. Вообще замечательно. Как нельзя лучше все идет. Ё-моё. Кто мог бы подумать? Ага, ребят. Так, иди лечись. Получается, что осталось нам только слить две магии, три эти магии. И все. Дальше воевать бесполезно. Ждать, когда появятся на карте орки. А появятся ли они вообще и когда? В какое время? Тут у них нет этого графика появления. Так бы знать, зашел, разбомбил, сундучки вскрыл. Вдруг что-нибудь да и выпало. И, соответственно, можно было бы немножко продвинуться. А сейчас я просто мертвым колом стою на одном месте. Ничего сделать не могу. Да. Так, Юлианочка. Что б тебе одеть, моя молодая, блин? Моя хорошая. Ничего тебе не подходит. Да. Давай, иди сюда. Ты выбегай. Броньку. Хочу броньку. Нет, ребят. Если честно говоря, броньки-то вроде нормально. Надо какой-нибудь посох. Желательно с воскрешением. Чтобы воскрешал где-нибудь так по тысячи четыре, да? Твоего персонажа. И хила. Который бы мог хилить где-нибудь так тоже на тысячи четыре. Вот это было бы просто изумительно. Вот. Для данной партии было бы самое то, что надо. Не больше, не меньше. Грубо говоря, оптимально. А там, что уже этот, что краса там падает. Или то, что у нее дубинка там плохая. Или оружие фиговое. Это уже мало бы кого колыхало. Главное, она падает. Ее восстанавливают с половиной хп. Она продолжает бить. Другой в это время ее отличивает. Также половину хп. Все. Это идеальная просто компашка была бы. Но это пока не судьба. Даже единственное, что были бы сейчас деньги, я бы пропал. Ну, конечно, это бы ушло сколько там, дня два на тренировочный комплекс, где мои бойцы тренируются. Раскачать их до 35-го, 36-го уровня. Одеть им этот шмот, который у меня висит, который я не могу сейчас носить. Он мертвым грузом сейчас висит. Там те же самые кольца, практически амулеты, которые с самого начала игры чуть ли не у меня висят. И все. И тогда можно было бы дальше продвигаться. Но на это придется потратить очень много времени. 34 тысячи мощей. Брякнуться можно, блин. Куда вот? Куда мне на него тягаться? Конечно же некуда. Единственное, что только ради слива мощей. Ой, слива мощей. Слива очков, пвп. Это можно осуществить. Ну что ж, давайте попробуем накатить. Ну я знаю прекрасно, что накатит сейчас на... Ну, тем более у него там лучник, который втихаря бомбит. Все, разбомбили красу. Я вот не могу никак понять, почему они атакуют... Его маги атакуют именно мою. А мои куда там? Кто? Куда там что? Сейчас смотри, будет резаться. Смотрите, сейчас будет резаться. Оп. Соответственно, подхил. Да, тут беда какая-то. Все, а этот арбалетчик мой, наверное, не справится здесь. Или справится? Нет, затравят они его сейчас тут со всех этих... Хотя, подождите, может быть еще? Может быть? Ну это просто, ребята, какое-то чудо. Чудо просто. Да, все-таки, все-таки получилось. Но это мне, ребята, ни к чему. Ничего мне хорошего это не дало. Только, опять же, я повысил себе рейтинг ПВП. А мне надо, наоборот, скидывать. Да, как-то... Как-то не на это немножко я рассчитывал. Ну, что вышло, то вышло. Фигли нам печалится. Так, и нам только остается, ребята, дождаться, когда будет орщи нападение. И идти фармить с них сундуки. Ну, а сундуков, естественно, смотреть, что выпадет. Ну, и надежда на то, что выпадет нормальный шмот. Именно на мой уровень в данный момент. Ну, для этого надо всего лишь немножечко подождать по времени. Так, Юлианочка. Ты у меня пойдешь. Ты у меня полностью раскачанная. Ты полный казначей. Куда бы тебя воткнуть-то даже некуда. Давай, иди сюда. Просто по полной программе. Восьмой уровень у нее. Ну, ладно, ребята, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами в следующей серии. А на этом все, ребята. Всем пока и удачи.